На очередном заседании Кингяша Сената Али Маджлиса обсуждалась работа по обеспечению в градостроительстве потребностей лиц с инвалидностью и адаптации всех объектов социальной инфраструктуры для беспрепятственного пользования ими. Строительные и проектные работы в Ташкенте, в том числе проводимые в рамках программы ОБОТ Махаля, осуществляются в строгом соответствии со строительными нормами и правилами. О проектировании среды жизнедеятельности с учётом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения. Но, несмотря на это, остаётся ряд проблем, связанных с созданием инклюзивных условий для лиц с инвалидностью. Только в столице 85% объектов и зданий социальной инфраструктуры до сих пор не приспособлены для беспрепятственного использования этой категории лиц. Имеющиеся проблемы были обсуждены на конкретных примерах. В частности, не созданы условия для комфортного пользования подземным транспортом. Большинство станций метро не оборудованы пандусами, что не соответствует требованиям градостроительных норм. Стратегия развития Узбекистана предусматривается четвёртым вопросом строительства социально-справедливого общества. А этот призыв предусматривает также и защиту прав и свобод и обеспечение инклюзивности лиц с инвалидностью. Исходя из этого, нами был изучен ряд регионов нашей республики, где какие условия устанавливаются или обеспечиваются для лиц с инвалидностью. Изучение показывает, что во многих местах не обеспечение инклюзивности лиц с инвалидностью именно в области образования, именно в том плане, что их свободное передвижение не обеспечивается. Сегодня было рассмотрено в вопросе обеспечения их инклюзивности, свободного передвижения в общественных местах руководством Сената и данные поручения различным министерствам в течение месяца разработать соответствующие законодательные акты по обеспечению свободного передвижения лиц с инвалидностью. Также отмечалось, что общественный транспорт не приспособлен, особенно для свободного передвижения людей с особыми потребностями. К тому же в общественных местах нет звуковой и визуальной информации, необходимой для этой категории лиц, включая указатели и знаки, выполненные рельефным шрифтом Браэля. Заслушаны мнения представителей профорганизации по этим и другим вопросам и определены соответствующие задачи по их устранению. Среди них рассмотрение вопросов включения в состав государственных приемных комиссий, объектов строительства и реконструкции представителей общества инвалидов, ассоциаций инвалидов, общества глухих и общества слепых, изучение вопросов реконструкции действующих объектов социальной и транспортной инфраструктуры, наиболее часто используемых лицами с особыми потребностями, и поэтапное обновление общественных автобусов с учётом потребностей лиц с инвалидностью. По всем озвученным задачам были определены конкретные сроки и ответственные лица. Продолжение следует...